добрый вечер дорогие мои пока все подключаются добрый добрый всем здрасте 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 сейчас я расскажу пару минут о том ирочка мариночка всех приветствую рада видеть напишите пару слов как вы в самоизоляции себя чувствуете как у вас проходят дни сурка как называют каждый день одно и тоже дом 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 родной дом сегодня в интернете увидела такой мемчик после карантина я думаю вообще возвращаться не буду напишите как как вы себя чувствуете как у вас проходит что а я немного расскажу о теме сегодняшнего прямого эфира эта тема страхов ну понятное дело что страхи есть у всех и всегда избавиться полностью от страхов практически невозможно почему потому что это одно из проявлений инстинкта самосохранения то есть если мы не будем прислушиваться к нашим страхам соответственно наша жизнь будет в опасности и благодаря вот этому чувству страха мы как бы выживаем но есть такие моменты когда эти страхи ну уж сильно нас вот это со всех сторон давят а в истории пандемии самоизоляции карантина когда масса всего в обычном режиме понятно когда вот это вот все происходит то естественно многих одолевают страхи а что будет дальше а как мы будем жить а что изменится мировая политика экономика все меняется все изменяется и соответственно это усугубляет те страхи которые есть в нас но заложены с детства дело в том что он основные страхи в нашей жизни закладываются с трех до пяти лет то есть понимаете что в тек в течение всей своей жизни мы все равно боимся то что начали бояться когда нам было там от трех до пяти лет и есть еще такое такая теория я с ней согласна что базовый экзистенциальный страх смерти он закладывается в наше бессознательное до пяти лет и в принципе страх смерти это является также базовым страхом который предостерегает нас охраняет нас от самой смерти да то есть инстинкт самовыживания в нас вот и выработал этот страх страх смерти но опять-таки именно а фобия да там страх высоты страх насекомых страх змей всем 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 кто присоединяется привет пишите пару слов как вы проводите время в самоизоляции если у вас страхи какие потому что я сегодня обязательно в конце прямого эфира помните распаковывала вот такую 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 покупку свою это карты таро к таро кармы и естественно каждый страх нам дан ну помимо страха смерти там все эти его производные даны для того чтобы мы чему-то научились то есть кармический вопрос вашего страха мы сегодня рассмотрим и как я это делала с моментами с тем что мы рассматривали гороскоп астрологическую карту помните вы мне напишите будете писать в чате там тот страх который сейчас у вас максимально активизировался то есть страх бедности страх потери работы страх одиночества да то есть если вы оказались одна страх голода страх голодной смерти страх потери ребенка страх потери семьи страх потери мужа то есть вот эти вот страхи пишите и я на этих волшебных картах они действительно волшебные в конце нашего прямого эфира обязательно рассмотрю каждому индивидуально в чем в принципе хорошо проводить вот прямые эфиры что я смогу прям конкретно лично по вашему страху достать карту кармы и мы выясним что конкретно этот страх вам может полезного дать потому что ни одна эмоция ни одно чувство не дается человеку просто так то есть для чего-то страх грубо говоря смерти направлен на то чтобы нас обезопасить у меня страх увидеть сущность я чувствую часто их присутствие отлично для чего этот страх да сейчас мы я буду записывать и в конце как бы я буду страхи записывать их озвучивать а я так могу предположить не столько сущность сколько демона беса да то есть сущности бывают и ангельскими вы же не пишите что вы боитесь ее увидеть то есть я могу это трактовать как страх увидеть потустороннее существо тире без демон правильно я вас понимаю если правильно напишите да отлично пишем пишем здесь эти свои страхи я вам дам сегодня технику подготовьте пожалуйста лист и ручку мы запишем по пунктам техника может показаться ну типа я уже столько всего писала столько всего делала ничего не получается а поверьте мне просто сделайте по пунктам там всем пунктов будет а эту страх остаться без работы быть финансово страх бедности я правильно поняла марина демона демона мариночка страх бедности если правильно поняла напиши да вот то есть выполнив четко по пунктам вот эту технику нет а финанс тогда какое ты написала страх остаться без работы быть быть финансово а не дописала до конца финансово что без работы и быть без денег без денег отсутствие финансово дохода вот и быть без дохода да отлично так девочки то подключаются пишем свои страхи что вы сейчас почувствовали чего вы больше всего боитесь и на картах таро кармы я в конце прямого эфира на каждый страх отвечу то есть что этот страх несет кармически вашу жизнь и что можно сделать чтобы этот избавиться от этого страха помимо той техники которую я сейчас вам дам подготовьте ручки и листочки эта техника именно избавление от страха не трансформации не там еще чего-то а именно избавиться освободиться готовы лист бумага и вам нужно будет по а то есть в начале листочка написать страх и потом по пунктам выполнить при этом смотрите у нас страхи по в принципе всем финансово всем жизненным сферам существуют да там страх в личных отношениях страх семейных вы семейных отношениях страх в работе страх финансовом благополучии страх в отношениях с друзьями с родителями всем привет привет еще раз повторяю готовим ручку листочек пишем технику то есть которая выполняется по семи пунктам освобождение от страха и пишем в чате свой страх я его здесь напишу в конце нашего прямого эфира я обращусь к таро кармы где мы на очень глубоком уровне сможем посмотреть для чего нам этот страх дан и что мы можем сделать для того чтобы освободиться от него или трансформировать итак приступаем техника освобождения от страха первый пункт я прошу прощения у страха пишем его название за то что он пришел в мою жизнь это первый пункт кто подключается еще присоединяется еще раз повторяю пишем в чате свои страхи которые сейчас вас максимально беспокоят в конце прямого эфира страх не найти серьезного мужчину который сможет меня обеспечить и стать моим мужем так так я не записываю кто пишет стать моим любимым мужем любимым так то есть я не пишу от кого этот страх я просто буду озвучивать а вы будете уже следить за тем кого я озвучиваю кто при подключается присоединяется еще раз говорю что пишем в чате свои страхи которые сейчас максим максимально активизировались в конце прямого эфира я на картах на картах таро кармы посмотрю для чего вам дан этот страх и что вы можете с ним сделать чтобы трансформировать или избавиться от него сейчас пишем техника освобождения от страха продолжаем писать эту технику потому что если я буду от отвлекаться и постоянно говорить тем кто подключается но это мы затянем на очень долго итак первый пункт техники освобождения от страха я прошу прощения у страха написать его название за то что он пришел в мою жизнь второй пункт я прощаю страх написать название за то что он долгие годы управлял моей жизнью и управлял моей жизнью я прощаю страх название за то что он долгие годы управлял моей жизнью это второй пункт третий пункт я прощаю себя за то что выбрала выбрала в себя страх название и он долгие годы причинял мне боль и он долгие годы причинял мне боль заставляя меня и и перечисляете по пунктам первый пункт там не доверять мужчинам второй пункт это там если с мужчинами связан страх да посидите подумайте что он вам не позволял что он заставлял вас сделать расставаться с мужчинами не доверять им ревновать их это третий пункт я прощаю себя за то что выбрала в себя страх название и и он долгие годы причинял мне боль заставляя меня и перечисляете по пунктам что заставлял вас сделать этот страх боятся устроиться на другую работу сменить место работы боятся попросить повышение оклада боятся прояви проявить свои знания то есть но подумайте вот это третий пункт он очень важный и надо подумать над ним четвертый пункт успеваете если не успеваете напишите чтобы я вернулась еще раз повторила успеваете да четвертый пункт я прошу прощения у своего тела что страхом название причиняла ему боль я прошу прощения у своего тела что страхом название причиняла ему боль мое тело прости меня мне действительно очень жаль я люблю тебя и я благодарю тебя мое тело прости меня мне действительно очень жаль я люблю тебя и я благодарю тебя всем кто подключается привет привет подключайтесь к тому что я говорю и прослушаем прослушайте потом в записи я прощаю своего отца за то что он сознательно или бессознательно стал причиной появления у меня страха название я прощаю своего отца за то что он сознательно или бессознательно стал причиной появления у меня страха название следующее я прощаю свою мать не следующая в этом же пятом пункте мой страх ребенок не сдать за на о и не поступит вуз я пощаюсь и Мать за то, что она сознательно или бессознательно заложила или усилила у меня страх и название. Я прощаю свою мать за то, что она сознательно или бессознательно заложила или усилила у меня страх названия. Шестое. Я благодарю страх названия за то, что он научил меня. И здесь тоже надо посидеть, подумать, чему этот страх научил вас. Доверять себе, доверять своим чувствам, доверять мужчинам. Чему этот страх научил вас? Если по каким-то пунктам, где нужно подумать, у вас затык, соответственно, этот страх сейчас максимально владеет вашей душой, вашим сердцем, вашими чувствами. То есть здесь, в этом случае, скорее всего, необходимо будет обращаться к специалисту, то есть психологу, психотерапевту, для того, чтобы убрать этот страх. Но опять-таки, мы сегодня посмотрим на картах Таро, карму. И я думаю, что там будут рекомендации, которые помогут вам эту технику сделать и без специалиста. Итак, шестой пункт. Я благодарю страх названия за то, что он научил меня. И пишем, чему он вас научил. Танюшечка, выбери из двух вопросов один более важный. Или же я второй вопрос оставлю напоследок. Если мы всех успеем, я потом сделаю тебе еще раз. Первый. И седьмой пункт. Я благодарю страх названия за то, что он навсегда ушел из моей жизни. Седьмой пункт. Я боюсь не встретить своего мужчину. Не встретить, пропустить своего мужчину. Итак, седьмой пункт. Я благодарю страх названия за то, что он навсегда ушел из моей жизни. Эта техника, она не делается за пятнадцать-двадцать минут. Поэтому вам необходимо выделить достаточное время. И смотрите, есть еще такой момент. То есть вы сегодня сели писать это письмо страху, называется такая техника. Вы сели писать это письмо и на каком-то пункте застряли. Посидели, подумали, помечтали, ничего не получается, отложили в сторону. Завтра возвращайтесь к нему. Послезавтра возвращайтесь к нему. Каждый день возвращайтесь к этому письму, пока его не закончите. Таким образом вы сможете освободиться от этого страха. Если вдруг совсем не получается, то тогда как бы скорее всего, что к специалисту. Но опять-таки, еще раз говорю, что мы сейчас посмотрим карты кармы. Я в восторге от этой системы. Таро кармы основано на Бхагавадгите. Бхагавадгита – это как Библия для кришнаидов. Я в свое время, когда мне было 18 лет, впервые... Впервые в руки мне попала эта книга. Она такая, там, по-моему, 600 или 700 страниц. Я ее прочитала буквально взахлеб. И многие кармические процессы в моей жизни и вопросы получили ответы. И эти карты кармы основаны вот на Бхагавадгите. И это так работает удивительно. Я, естественно, изучая, делала себе расклад. При этом расклады достаточно длительные, глубокие, очень-очень информативные. И что можно рассмотреть? То есть если у вас в жизни есть проблема в отношениях, вы не понимаете, куда вам следует идти в этих отношениях, вы не чувствуете. Или вы как бы чувствуете, что что-то надо сделать, но не понимаете, что. Эти карты помогают узнать, увидеть, что. Работа. То есть вы не понимаете, что вы делаете не так в своей работе, почему у вас там что-то не складывается так, как вы хотите. То есть карты тоже самое говорят, что необходимо сделать, чтобы ситуация изменилась. Потом, то есть личные счастливые отношения, что необходимо сделать, чтобы встретить своего мужчину, чтобы счастливыми отношения стали. То есть где вы сейчас находитесь. То есть теория какая? Кармический путь основан на поднятии энергии с копчика до седьмого энергоцентра и выше до двенадцатого. То есть высших сфер. И во время нашей жизни, поднимая эту энергию, мы сталкиваемся с определенными кармическими уроками, которые проходим или не проходим. То есть понимаем или не понимаем. Если мы понимаем, мы взлетаем вверх. Если мы не понимаем, мы опускаемся вниз и опять начинаем заново идти. То есть чтобы не спуститься вниз, да, а продолжить свой путь повышения, вот эти вот карты дают изумительные ответы. Все, кого это заинтересовало, можете обращаться ко мне в директ. Я расскажу лично, что это и как это происходит. Стоимость сразу говорю. Во время того, когда я делала себе расклад, я задала вопрос. Сколько может стоить такой расклад для людей? Карма – это вещь как бы очень непростая, очень достаточно серьезная вещь взаимодействия с кармой. Если неправильно с этим взаимодействовать, с этими энергиями, это вплоть до летального исхода. Не каждый человек имеет право внедряться в чужую карму. Далеко не каждому позволено работать с кармическими процессами. И поэтому для того, чтобы это было максимально безопасно, естественно, здесь необходим энергетический обмен. Я работаю с вами, вы мне должны что-то отдать. Чаще всего в наше время это используются, естественно, финансы. Я задала вопрос, сколько такой расклад будет стоить для безопасности моих клиентов? Ответ был такой. Это будет стоить 3000 рублей для россиян и 1000 гривен для Украины. Кому интересно, кто действительно замучился искать ответ на какой-то вопрос? Приглашаю в директ. Почему эта стоимость небольшая? Потому что это ваша жизнь. Да, это... Ну, это выбор. Мучиться страдать или понимать, чётко следовать пути для того, чтобы жить гармонично и счастливо. Вот такой вот момент. Итак, дорогие мои, первый вопрос. Страх увидеть потустороннюю сущность, демона. Для чего этот страх дан? И что можно сделать, чтобы от него избавиться? Карты Папхагова-Дбигитти написаны, поэтому я буду читать из книги и, естественно, сразу интерпретировать для того, чтобы было максимально понятно. Итак, для чего этот страх дан? И что может помочь? Сначала для чего он дан? Так, это не та карта. Это числовой сектор. План радости. То есть для чего он дан? Восемнадцатая карта. Восемнадцатая карта. Этот страх вам дан для того, чтобы вы научились смотреть в реальность. В реальность. Не надо убегать в иллюзии, фантазии. Смотрите с радостью в свою жизнь, в реальность. При этом вы можете научиться благодаря этому страху радоваться жизни. То есть, что необходимо сделать для того, чтобы избавиться от этого страха? Вам необходимо понимать. Скорее всего, есть такой момент, что вы достаточно человек эмоциональный и с очень хорошим, хорошо развитым воображением. И в своей жизни, чтобы не соприкасаться с тяжестями сегодняшнего дня, вы улетаете в иллюзию, в иллюзорный мир. Это может быть мир фантазии, потусторонний мир. И так как страшно посмотреть то, что есть сегодня здесь, вы, удаляясь от реальности, видите этот страх в потустороннем. Понятно объяснила или нет? Если непонятно, пишем. То есть, когда вы чувствуете, что рядом находится какая-то потусторонняя сущность, и у вас возникает страх увидеть глаза демона, вы переключаетесь на реальность. Вот помните, я говорила на лекции осознанное деяние, то есть осознанно действуете. То есть, грубо говоря, вот вы ложитесь спать, и вот этот вот страх нарастает, возникает. Закрываете глаза, говорите, я сплю, я сплю, я сплю. Или я лежу, я лежу, я засыпаю. То есть, осознанно возвращаете себя в реальность. Так, это есть следующий страх. Остаться без работы и быть без дохода. Без финансового потока. Так, это Марина у нас, да? Для чего этот страх данный? Что можно сделать с ним? Искупление. И... Остаться без работы. Тебе необходимо понять, что своими действиями ты могла принести вред другим людям. И тебе необходимо найти равновесие в своих деяниях путём покаяния и раскаяния. То есть для того, чтобы не лишиться работы и быть с финансовым доходом. Ну, ты христианка, насколько я знаю, да, иди в церковь на исповедь, на причастие. И подумай в своей жизни, в сфере работы, кого ты могла обидеть, с кем могла поступить несправедливо. Да, тоже спасибо. И если ты этого не помнишь, не знаешь, не осознаёшь, просто покайся, сходи. Боженька, прости, я не знаю, я не помню, я не осознаю, я никому не хотела принести вред. Но если я это сделала своими действиями или бездействием, Господи, прости меня, люди, кого я могла обидеть, простите меня, я это делала неосознанно. И даже если сознательно, простите меня за это. Этот момент покаяния убережёт тебя от прекращения финансового потока и от того, что ты можешь потерять работу. Даже не знаю. Я тебе объяснила, что можешь не знать, можешь не осознавать. Очень часто мы совершаем поступки, не осознавая их влияние на других людей. И не зря говорится, что благими намерениями дорога выстлана в ад. Это более глубокая философская истина, поэтому я сейчас углубляться не буду. Поэтому, Мариночка, даже если не знаешь и не осознаёшься, просто вот возьми себе за правило перед сном. Господи, если я сегодня кого-то обидела, причинила кому-то, тебя выживали, это понятно. Но мы приходим сюда за искуплением. И если мы не осознаём и не понимаем, чем мы могли навредить другим людям, это нас не освобождает от несения ответственности. И просто вот сделай то, что я тебе говорю, и делай это вот на протяжении 21 дня. И посмотри, как будет меняться твоё взаимодействие в рабочем коллективе. Просто каждый день перед сном проговаривай. Господи, прости меня, если я могла обидеть кого-то своими действиями, своими мыслями или своим бездействием. Простите меня всех, кого я могла обидеть. Пожалуйста. Вот искренне от души покайся. Неважно, осознаёшь ты это или нет, кого ты могла обидеть. Главное внутри, что ты принимаешь тот факт, что ты можешь обидеть. Мы, в принципе, все люди. И в большей степени, я же говорю, даже благими намерениями мы делаем плохо другим людям. И проговаривая эти слова, ты реально сможешь изменить отношения в своём рабочем коллективе и действительно наладить рабочие процессы. Так, следующее. Страх не найти серьёзного мужчину, который сможет обеспечить и стать любимым мужем. Что этот страх несёт? Эгоизм. Сейчас посмотрим. Дорогая. Для того, чтобы избавиться вам от этого страха, необходимо научиться и перефразировать. Не найти серьёзного мужчину, который сможет обеспечить меня и стать любимым мужем, а изменить на формулу «встретить мужчину, которому я могу подарить свою заботу, любовь и внимание». Вот это важный и главный урок вашего страха. Если понятно, пишите «да». Если нет, я ещё раз. То есть ваша задача научиться давать, отдавать и избавиться от того, что мне, моё, надо постараться перенести наоборот, в другую сторону. Я готова встретить мужчину, я готова ему отдавать свою любовь, заботу, внимание. И тогда страх финансовой невозможности достроит дом. Это точно. Так, страх сейчас финансовой невозможности достроит дом. Так, следующий страх. Ребёнок не сдаст ЗНО и не поступит в ВУЗ. Для чего этот страх нужен и что можно с ним сделать? Купочки, чёрная карта. Танюша. Этот страх, есть ещё сильный страх, боюсь утонуть. Вот сильный страх, боюсь утонуть, это уже индивидуально надо проработать, посмотреть. Скорее всего, что это может быть память прошлых воплощений. Танюш, страх, что ребёнок не поступит ЗНО и в ВУЗ, ты берёшь на себя больше, чем возможно, позволяю ребёнку жить его жизнью. Потому что если ты будешь так бояться и переживать за него, это сработает как материнское проклятие. Не поступит, не поступит, не сдаст, не сдаст, не надо, не цепляйся. Этот страх должен тебя научить давать свободу и жизнь своим детям. Не надо за них жить и за них решать. У них свой кармический путь. Ты не можешь сделать и прожить за них этот кармический путь. Потому что проживая этот кармический путь, ты своего рода закрываешь им все блага Вселенной, которые они должны получить. Понятно? Напиши мне, понятно или непонятно. Сильный страх утонуть. Так, это мы уже это самое. Так, дальше. Я боюсь не встретить или пропустить своего мужчину. Хотя сейчас посмотрим. Время у нас, в принципе, ещё есть. Если не будет дополнительных, я посмотрю второй вопрос Татьяны и Елены. Страх я боюсь не встретить или пропустить своего мужчину. Что это за страх и как его можно убрать? План космического блага. Дорогая моя, этот страх вам дан для того, чтобы научились доверять Вселенной, доверять Богу, доверять себе. Потому что вы находитесь сейчас на таком уровне, когда вы благословлены небесами. И поверьте мне, пропустить своего мужчину вы уж точно не сможете. А он вам уже послан небесами. Поэтому поздравляю. Поэтому поздравляю вас. Поэтому поздравляю вас и просто расслабьтесь, успокойтесь, живите своей жизнью. Не сидите, а ну как бы мы сейчас всё равно сидимся дома. Но общайтесь, взаимодействуйте. И этот человек уже послан вам небесами, и вы встретитесь, и всё как бы своим чередом идёт. Так, страх финансовой невозможности достроить дом. Красная карта. Эта карта говорит о том, что кармически всё будет так, как должно. Этим страхом вы можете просто сжечь себя. То есть успокоиться, не нервничать. Финансы на то, чтобы вы достроили дом, всегда придут. Благодарю за сидение дома все страхи. Это да, за сидение дома. То есть, Ирина, не бойся. Всё есть. Этот страх тебя может просто изнутри сжечь. Будь очень аккуратна со своим здоровьем. Позволь. Если наступил какой-то период, там, затишья в стройке, пусть это будет так. Когда надо, деньги придут, и стройка продолжится. То есть, не переживай и не нервничай. Так, теперь пока нету новых вопросов. Я сейчас посмотрю. Страх, что выбранный мужчина не оправдает ожиданий. Страх, что выбранный мужчина не оправдает ожиданий. План духовной преданности. Очень интересно. Сейчас мы посмотрим. Духовная преданность, основанная на формуле. Любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Божество возлюбленный, преданный, влюблённый. Вы можете себе представить, как карты раскрывают вопрос, не оправдает ожиданий. То есть, как это выбранный мужчина? Если есть любовь, он не может не оправдывать ожиданий. А если любви нету, это значит, не тот мужчина и всё. Понятна ситуация? То есть, априори, любимый мужчина не может быть, не может не оправдать ожиданий. Поэтому ориентируемся на любовь и выбираем мужчину по любви. И в этом случае... Спасибо. И в этом случае ваши, как бы, ожидания все будут оправданы. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Так, и последний тогда вопрос. Страх утонуть, да? Пока никто новый не пишет. Страх утонуть. Что это за страх? И как от него освободиться? Космическое сознание. То есть, карта достаточно высокого духовного уровня. Эта карта говорит, что страх утонуть – это кармическая ситуация, которая из прошлых воплощений идёт. То есть, скорее всего, что в прошлой жизни вы утонули в одной из прошлых, не обязательно именно в прошлой. И на бессознательном уровне страх воды или вас утопили. И страх воды сидит внутри вас. И только от вас, как бы, требуется выбор – бояться дальше или понимать, что этот страх не ваш, а память о прошлых негативных ситуациях. То есть, вы находите, то есть, этот страх не влияет на вас в то, в каком-то духовном направлении, в духовном росте. Это всего лишь фобия, которую, скорее всего, необходимо отработать по технике, которую я вам дала. Обязательно вспомнить, когда этот страх активизировался. Может быть, вы утонули, может быть, вам рассказывали что-то. Да, меня утопили в прошлой жизни. Вот. И этот страх не влияет сейчас на ваше восхождение кармическое. То есть, никак. Ну, можно его отработать техникой. Или же просто не, ну, как бы, не купайтесь. Или, ну, примите тот факт, что, да, вам страшна глубина, страшна вода и всё. То есть, на кармический путь сегодняшний этот страх не влияет никак. Слава Богу. То есть, это было в прошлой жизни. Как бы, вас утопили. Память есть. Можно отработать техникой освобождения от страха. А можно, ну, реально просто принять, что, да, я боюсь воды. И, да, я не хожу на глубину купаться. Ну, и всё. Вот. Ну, всё, дорогие мои. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Я уверена, что техника освобождения от страха вам поможет. Главное – делать и работать. Ещё такой момент. У меня к вам просьба. Все, кто участвовали, кому я рассказала о страхах, напишите мне, пожалуйста, в директ свои эмоции, свои чувства. То есть, обратную связь мне дайте. Это новая колода. Мне очень важно понимать, как она работает и насколько действительно ответы вы понимаете, что они несут. Благодарю высшие силы за то, что отвечаю через вас. Спасибо большое. То есть, вот эти вот моменты мне будут очень важны и очень ценно узнать от вас. Кому нужен расклад, также обращайтесь в директ. Это действительно мощно, действительно классно. Я вот с пятницы ежедневно делаю эти расклады, по несколько раскладов. И не могу до сих пор вот восторгаюсь и восхищаюсь, как будто впервые. Вау, надо же, вау, это всего лишь так было, и это так надо было сделать. При этом мы осознаем очень многие моменты, но вот какую-то глубину где-то не видим или не понимаем, или даже отвергаем. Нет, это не так. Так, карты очень четко и красиво показывают, где действительно затык, что необходимо сделать и как правильно поднимать энергию своих кармических потоков, скажем так. Вот, благодарю вас еще раз. Приятные среды, кстати, еще момент, чуть не забыла. С 30 апреля на 1 мая в Альпургиево ночь. Считают ведьминской ночью, когда там шабаши ведьм делают и все остальное. Завтра вечером, скорее всего, что даже после 21.00. Утром я сделаю пост, расскажу вкратце, что это и почему это так. Прямой эфир с удивительно волшебными практиками на эту ночь. Но со стороны светлых сил, со стороны добрых ведьм, как можно использовать энергетическую силу этой ночи для того, чтобы почиститься, сгармонизировать себя, восстановить свои силы. Ну, то есть поработать со своим энергетическим планом. Так что, дорогие мои, ждите завтра прямой эфир. И, скорее всего, что будет ближе к 10 вечера. Даже почему? Потому что начало этих энергий, оно как бы ближе туда к ночи. Вот, дорогие мои, спасибо за то, что вы смотрите меня. Мне очень приятно. Я рада быть вам полезной. И я благодарна вам за ваши отзывы, за ваше присутствие и за то, что вы со мной. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok